Пятница, 13 июня 2014 года. Вы слушаете медиа-комментарий по теме запланированной США атаки беспилотниками на Ирак. Добрый вечер. Согласно сегодняшним заголовкам в газетах, американские предприятия выводят своих служащих из региона Багдада в Ираке. Причиной этому послужило якобы продвижение исламистских бойцов Айсис в направлении Багдада. По словам уполномоченного правительства США, они сейчас обдумывают вариант атаки беспилотниками. При этом наземные войска Вашингтоном исключаются. Для непосвященных отказ американской армии от введения наземных войск звучит успокаивающе. Однако, не для населения Ирака. Здесь следует напомнить о недавних несправедливых, так как основанных на лживых причинах военных нападениях США на Ирак, о чем в точности идет речь, когда мы говорим о беспилотниках, и чем руководствуется американская армия, ведя войну в Ираке с воздуха, доказывают следующий фотоматериал. Технология с каждым разом становится все более точной. И первые у нас интеллигентные бомбы, управляемое оружием точного боя. Но при этом погибает больше мирных граждан, чем солдат. Их число растет со времен Первой мировой войны. Во время Первой мировой войны жертвами стали 10% мирного населения. Во время Второй мировой войны уже 50% мирного населения. Во время Вьетнамской войны 70% жертв было мирным населением. В Иракской войне 90% убитых мирного населения. В нас развилось полное безразличие по отношению к нашему оружию. Внизу наша целевая область. Мы скинули бомбы. Какая сила ускорения в пикирующем полете? Теперь я знаю, что переживают астронавты. Вот так война приносит удовольствие. Да, ты прав. Вот так война приносит удовольствие. Да, ты прав. Вот так война приносит удовольствие. Да, ты прав. Да, ты прав. Итак, еще перед тем, как США будут привлечены к ответственности перед Международным военным судом за свое военное преступление в Ираке, они уже опять угрожают новыми аргументами и новыми бомбардировками. Однако то, что США будут нападать на все эти ранее ими дестабилизированные страны, Кляги Маур-Ти-Ви предсказала со всей ясностью еще несколько дней назад. И когда этот случай будет повторяться, мы будем заново транслировать наш короткий фильм, как функционируют современные войны. Уважаемые телезрители, мы просим вас, изучайте все снова этот короткий фильм, пока в вашем мышлении не закрепится изложенное там развитие. Распространяйте это знание дальше, где только возможно. Только на этом пути есть надежда, что мировое сообщество снова научится думать, независимо от мейнстрима, то есть зрело. И что так совершенно очевидно предстоящая нам Третья мировая война еще сможет быть вовремя предотвращена. Повторение — мать учения. Мы сердечно благодарны вам за ваше сотрудничество. До свидания.